добрый вечер дорогие друзья я нахожусь прекрасной стране польша и сегодня мы будем с вами дегустировать виски ирландские виски сингл грейн глендалок если я не что если я правильно произнес виски который меня заинтересовал потому что он выдерживался в двух бочках бочки ола-роса и бурбона и тут написано на самом виски почему его купил потому что написано что значит для тех кто любит они фильтровался или нет написано что он не фильтровался написано что виски взял сладость от бурбона и взял оттенки темных сухих фруктов от бочки ола-роса и мне стало очень интересно его попробовать как видите я уже попробовал сейчас я на камеру вам расскажу все что я про него думал кстати хочу сказать что пробка коркова это приятно потому что в некоторых виски в последнее время появились какие-то полиуретановые пробки стоимость этого виски он не обошелся в польше 32 евро но если переводить на евро еще раз повторюсь сингл грейн и не назвал 42 градуса не назвал крепость алкоголя друзья цвет такой вот если этот виски не красился не фильтровался такой интересный янтарный можно назвать его темное золото можно его назвать виноградным соком то есть такого цвета что касается маслянистости то даже вы знаете даже есть пару ножек французских аромат на самом деле он не очень выдающийся и единственное что в нем интересно то что ты ощущаешь именно вот сингл грейн виски то есть ты ощущаешь не просто ячмень а разные какие-то зерновые очень сильно ощущается какой то есть оттенок бурбона то есть наверное здесь было кукурузом в аромате присутствует только сладость и вот оттенок вот я бы сказал что какое-то нечто мне напоминает в аромате бурбон такой неплохого качества бурбон ничего более я но я могу притянуть еще какие-то вещи но вот самая это сладость оттенок бурбона и легкий оттенок крепости я бы сказал что это медовая сладость вот я подумал сахарная или медовая медовая сладость друзья ну что первый глоток виски на самом деле очень сладкий по какой причине не знаю то есть это конечно не петро хименес она не москоты но эти бочки дают свой неповторный вкус здесь же очень много ну наверное мед с ванилью можно вот так вот описать какой-то вот медово-ванильной сладости с оттенком вот это вот со вкусом точнее зернового виски не сингла молта опять же есть немножко горечи и есть немножечко вот так вот я бы сказал что обожженные бочки возможно это вкус хотя его не должно чувствоваться то не вирженок вот какая-то такая вот горечь и издали напоминающая гарь вот такую вот какую-то что-то подгоревшие хотя может быть бочку повторной заливки бы хотел сказать не повторной заливки а рефильные которые обожженные повторно при глотке есть кислинка есть но не оттенок бурбона кукурузы вот отдает вот и в аромате и во вкусе так вот кислинку после глотка забивает резко вот эта сладость такая хорошая сладость сбалансирована но я не чувствую абсолютно влиянием бочки ола-роса я чувствую очень сильное влияние хорошей бочки из бурбона то есть вот вот это прекрасные виски которые бы сказал что так должен выглядеть и виски сингл грейн после бочки из бурбона где здесь ола-роса я пока не понимаю друзья сейчас еще глоток давайте подержу но не знаю нас неизвестно какой возраст на давайте секунд 7-10 поддержу вдруг бочка ола-роса где-то пробьется 12 досчитал абсолютно спокойно держится он абсолютно нейтральный просто сладкий такой вот без чувства алкоголя но к сожалению он с тобой не разговаривает вот он просто нейтрально сбалансировано сладкий вот так вот можно сказать то есть он сладкий но вот этот баланс не превышен какой-то приторность то есть это не ромовый баланс это не такой как будет педро хименес и тот же был вот тут вот хороший баланс бочки из бурбона и я не не ощущаю бочки ола-роса сейчас еще что касается послевкусия сейчас у меня такой терпко сладковато древесное послевкусие с ноткой кислинки и довольно таки как для 32 евро как для сингл грейна послевкусие очень даже зачетное очень даже интересное послевкусие виски у меня открытым постоял три дня то есть он чуть подышал он не сильно надышался но я боюсь что он если ему дать недели две постоять то он много может выдохнуться полностью сладость с антенком терпкости и вот сладость начинает уходить и появляется кислинка в послевкусии появляется кислинка усиливается терпкость появляются ноты дерева вообще вот для такой цены 32 евро и сингл грейн это очень неплохой виски он не заставил меня ну скажем пожалеть а вы или чтобы я сказал что это выброшенные деньги нет это интересные виски захотел ли я попробовать что-то другое вот тут вопрос наверное нет потому что стояла рядом бутылка этого же виски только чуть подороже там было написано что гранд крю бургундии бочки но так как вы кто видел мои видео о сравнении шампанского гранд крю с премьер крю и и мои мысли о том что такое гранд крю что такое премьер крю эти регионы то я не нашел ну идею заплатить в два раза больше приемлемой для себя ради того чтобы попробовать этот виски в бочках гранд крю бургундии друзья в принципе виски за 32 евро стоит своих денег 30 евро 35 евро стоит чтобы я выбрал если бы меня спросили ты выберешь этот виски или единственной биржин лог я даже не знаю я бы наверное попросил меня на вид продегустировать и после этого бы решал какой мне виски больше нравится еще раз повторюсь за свои деньги это неплохой виски единственный его минус такой большой минус это мне не нравится эта тенденция то что нету упаковки то есть это все-таки минус для виски неудобно его транспортировать переносить перевозить друзья это все что я вам хотел сказать мне виски понравился я вам могу его рекомендовать как для любителей сингл грейна или для любителей что-то исследовать пока я с вами говорю не было ни одного глотка у меня осталось сладковато кислое послевкусие недорогого хорошего виски вот так вот я вам и закончу это то есть конечно конечно это не сравнить с 21-летним хорошим виски но бывают и плохие 21-летние виски друзья я с вами попрощаюсь конечно этим виски пожелаю вам всего самого лучшего что у вас все получалось все было хорошо кому не жалко поставьте лайк кто не подписался подпишитесь и до новых встреч в нашем эфире